Привет, друзья! Добро пожаловать на канал! Очень часто слышу, что купить жирные сливки, которые подходят для взбивания, очень сложно и стоят они недешево. В своих рецептах я использую натуральные жирные сливки, которые готовлю самостоятельно, тогда, когда они мне нужны. Сегодня расскажу, как это делаю. Для приготовления сливок в домашних условиях нужны лишь молоко и сливочное масло. Жирность на выходе составит около 35%. Молоко и масло берем в равных пропорциях. У меня 200 мл молока и 200 г масла. Молоко можно взять любой жирности, а вот сливочное масло, чем жирнее, тем лучше. В идеале от 82%. Пропорции продуктов для приготовления менее жирных сливок я напишу в описании под видео. Итак, начнем. Небольшую кастрюлю выливаем молоко и кладем сливочное масло. Ставим посуду на средний огонь и, помешивая, даем маслу полностью раствориться. Кипятить смесь молока и масла не нужно. Просто подогреть, чтобы масло растаяло. Теперь нужно соединить молоко с маслом в единое целое. Для этого горячую смесь переливаем в чашу блендера и взбиваем 3-5 минут. Можно использовать погружной, как у меня, или блендер для приготовления коктейлей. В результате, как вы видите, смесь стала полностью однородной и на поверхности появилась пенка. Переливаем уже готовые жирные сливки в подходящую для хранения посуду и даем массе полностью остыть. Затем ставим в холодильник на 6-12 часов. Обычно я готовлю сливки вечером и оставляю их в холоде до утра. По истечению времени они полностью готовы для дальнейшего использования. Вполне возможно, что после охлаждения на поверхности вы увидите плотноватые сгустки. Это нормально. Просто перемешиваем. Теперь попробуем взбить получившиеся сливки до мягких или плотных пиков. Текстура зависит от того, для чего вы планируете их использовать. Я буду взбивать планетарным миксером, но вполне подойдет и ручной. Не забываем, сливки перед работой с ними должны быть охлаждены. Взбиваем аккуратно, наблюдая за процессом, иначе можно легко перестараться и снова получить масло и пахту. У меня по времени это заняло 3 минуты. Масса получилась мягкая, воздушная, прекрасно держится на венчике. Использовать взбитые сливки можно в качестве самостоятельного десерта, как основу для домашнего мороженого или для создания нежного и воздушного крема. Экспериментируйте! Приятного вам творчества и до скорой встречи на канале!